С 31 января 2018 года начали на территории нашего района работать пункты приема заявлений избирателей о голосовании по месту нахождения. Эти заявления можно подать в территориальной избирательной комиссии нашей. Пункт приема заявления работает в здании администрации, кабинет номер 102, это на первом этаже, работает в будние дни с 16 до 20, в выходные дни с 10 до 14. То же самое избиратель может подать заявление о голосовании по месту нахождения в многофункциональный центр, в основной, в головной МФЦ, который находится в Сергиево-Посаде, и во все территориальные подразделения МФЦ, которые находятся в поселениях и в различных местах. Избиратель может прийти в любое окно, строго по времени с 8 до 20 работает МФЦ, и в это время избиратель может подать там тоже заявление. Чем хороша эта новая технология, что избиратель может подать заявление, находясь по месту жительства, а не по месту прописки. Ну, предположим, избиратель приехал кому-то в гости издалека, и чтобы ему не ехать и в день голосования, он не будет находиться по своему мастеру регистрации, а будет находиться в гостях. Поэтому спокойно приходит в территориальную избирательную комиссию, либо в МФЦ, подает заявление, автоматически он открепляется через центральную избирательную комиссию по месту своей регистрации, и автоматически прикрепляется к той избирательной комиссии, где он будет находиться. Это, в принципе, очень удобно, это повышает возможность нашим избирателям, те, которые пойдут на выборы, проголосовать за того или иного кандидата, за президента нашей Российской Федерации. С 25 февраля аналогично такие заявления можно будет подать в любую участковую избирательную комиссию. Прием заявлений принимается до 12 марта. Это в МФЦ, в территориальной комиссии, и в участковой избирательной комиссии заявление будет приниматься до 12 марта. В участковой избирательной комиссии также она работает с 16 до 20 ежедневно, и в выходные и в праздничные дни операторы работают с 10 до 14. Избиратель при себе должен иметь паспорт, либо временное удостоверение, замещающее паспорт. Это если тот или иной избиратель сдал паспорт на перерегистрацию, значит ему дается время удостоверения. Хочу обратить внимание, что избиратели должны понимать, что подача такого заявления о голосовании по месту нахождения может производиться один раз.